Вот одно из удилищ другой серии, тоже серия достаточно бюджетная, о чем говорит само название. Стендарт или стандарт, как хотите называйте. Ничего такого сверх примечательного в этой серии нет, кроме того, что она позволяет, опять же, удовлетворить самого разного рыболова по целям и задачам. Вот обратите внимание, это удилище, оно под мультипликатор. Вы видите здесь такой курок, который называется триггер. До последнего времени на российском рынке сколько-нибудь серьезного предложения удилищ под мультипликатор, особенно бюджетного класса, не было. И это был очень большой-большой пробел. Теперь такое предложение появилось. Разумеется, это не единственное, что мы имеем в этом сегменте, но вот этот вариант, он получился очень-очень удачным. То есть здесь есть какой-то такой американский типаж по строю и общему восприятию этого удилища. Но многие наши рыболовы в последнее время подсели на мультипликаторы. Они используют их в джиговой лодочной ловле, более того, используют их в ловле на рывковые воблеры. Почему? Потому что мультипликаторная снасть, она лишена такого недостатка, как сброс петель при рывковой проводке. Поэтому вот такого рода удилища, они оказались очень-очень даже в тему. Но, должен сказать, что у серии стандарт это один из многих-многих вариантов. Естественно, в основном в спиннинге серии они исполнены под мясорубочные, как мы их называем, цели. То есть сюда ставится обычная безинерционная катушка. Ну и вы тоже можете подобрать себе удилища, которое вас устраивает своим строем, своим тестом и своей длиной. Либо для ловли с лодки, либо для ловли с берега на большом, малом и каком угодно другом водоеме. Прочностные характеристики здесь достаточно серьезные. То есть начинающие рыболовы вполне могут воспользоваться именно удилищами этой серии, не очень опасаясь за их хрупкость, что бывает с удилищами дорогих серий, кстати. То есть это то, что вполне может стать хитом продаж в ближайшие год, два, три или даже более.